МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последних часов в микрорайоне Ботанический загорелась сухая трава, выгорела как минимум несколько гектаров. На месте работает наша снимочная группа. На прямой связи со студией мой коллега Захар Письменных. Захар, как сейчас обстановка там и насколько масштабным оказался пожар, потому что данные о площади выгоревшей расходятся? Илья, давайте начну с того, что нам удалось забраться немного повыше к гаражам, которые стоят рядом здесь, вплотную к этому антенновому полю, поэтому более-менее подробно, более-менее полно видно весь масштаб происшествия. Давайте расскажу, что происходит сейчас. Сейчас пожарные уже точечно проливают некоторые мелкие очаги возгорания, даже, я бы сказал, наверное, задымление, потому что основная... В общем-то, пожар практически логализован. Теперь о том, как развивались события. Около 6 часов вечера поступило сообщение о пожаре на этом антенном поле. После очевидцы начали сообщать о том, что огонь, собственно, переходит непосредственно с поля через бетонные заборы, через ограждения, которые здесь есть, переходят ближе к жилым домам. Эти сообщения вроде бы как не подтвердились, судя по тому, что сейчас здесь происходит после. Было сообщение о том, что видно задымление с разных районов города, поэтому очень сильный пожар. Спустя около часа поступило сообщение, опять же, что пожар полностью локализован, но еще минут через 15 сообщили очевидцы, что возгорание началось с другой стороны. Сейчас видно, что площадь пожара гораздо больше, чем сообщалось ранее. Говорилось о 500 квадратных метрах. Видно, что выгорело практически все. Добавлю, что здесь вот за моей спиной находятся еще несколько таких, по всей видимости, самовольных небольших садовых участков. И здесь они также пострадали, люди потеряли какие-то свои вещи садовые. На данный момент, добавлю, происходит проливка, работают две пожарные машины. Мы будем продолжать следить за развитием событий, пока здесь работаем. Илья. Захар, еще два уточняющих вопроса. Первый, жители окрестных домов жалуются, что дышать сейчас в этом микрорайоне сложно. Погода не очень ветреная. Действительно, что можно сказать про качество воздуха? Пахнет? Тяжело дышать? Да, погода действительно очень... Очень сильный ветер здесь. И здесь действительно сильно пахнет гарью. Но я хочу сказать, что, наверное, могли быть и более масштабные последствия. Это просто потому, что площадь большая, выгорело много. Но, по всей видимости, очень быстро справились пожарные. Поэтому сейчас здесь нет настолько резкого запаха, как, может быть, он был около часа или двух назад. Да, спасибо большое. Это был Захар Письменных, который сейчас находится в микрорайоне Ботанический. Где сегодня пожарные тушили пожар на антенном поле, которое, как только что сказал наш коллега, выгорело полностью. Ну, а прямо сейчас продолжая тему, штрафы за разведение огня в неположенных для этого местах выросли почти вдвое. В крае введен особый противопожарный режим. Теперь за поджоги около леса и на дачных участках красноярцам придется заплатить до 4 тысяч рублей в зависимости от тяжести нанесенного ущерба. А искать виновника пожара будут теперь и с воздуха, с помощью квадрокоптера, рассказали в Краевом МЧС. Беспилотник позволяет наблюдать за территорией с высоты 500 метров. Пролететь в длину современный гаджет может на 2 километра, а зарядки хватает на 20 минут парения в воздухе. Слово, знаки о том, что... Прямо приносим извинения. Прямо сейчас переходим к главной теме последних дней. Страдают не только деревья, но и автомобили. Одно из срубленных деревьев в сквере СФУ упало прямо на стоящую рядом машину. Владелец рассказывает, что приехал на лекцию. Когда вышел из корпуса института, его ждал вот такой сюрприз. Вы же видите, никаких знаков нет. Никто вообще не говорил, что небезопасно. Это более того, я хотел заехать туда к корпусу студенческому, ну, для, знаете, физкультуры. Там парковка тоже огрожена. Там кочка такая огромная, все закрыли. Мне пришлось оставить машину здесь. Я парковался здесь на протяжении всего своего обучения в институте. Никаких проблем не наблюдалось. Сегодня оставил машину на сколько? На 55 минут приблизительно, максимум час. Вот, я вернулся, и здесь уже дерево лежит на машине. К слову, знаки о том, что парковаться здесь опасно, появились сразу после приезда съемочной группы и звонка владельца машины в полицию. Сейчас сквер выглядит вот так. Его территория, включая ближайшее здание, огорожена. Поэтому студентам и жителям приходится идти от остановки в обход, делая большой крюк. Но продолжая тему, в нашем распоряжении оказалось видео, на котором зафиксированы методы работы сотрудников Службы безопасности Сибирского федерального университета. Накануне один из руководителей управления безопасности вуза напал на оператора новостей ТВК. Кадры были сняты накануне, когда наша съемочная группа работала в сквере на Борисово. Во время вырубки деревьев на кадрах заместитель начальника управления безопасности жизнедеятельности СФУ Алексей Отпущенников. Он прибыл на место, чтобы оценить происходящее. Люди, которые боролись за сквер, пытались задать ему свои вопросы. А наш оператор Виталий Суботин по долгу службы снимал происходящее. В какой-то момент Отпущенников толкнул нашего коллегу. От удара у него выключилась камера. О самом факте нападения мы, конечно же, знали, но не располагали видеоподтверждение. Очевидцы прислали его нам сегодня. В пресс-службе СФУ сообщили, их сотрудник Алексей Отпущенников находился при исполнении должностных обязанностей по охране порядка на огороженной территории. И это на него напал оператор телекомпании ТВК. Сотрудник университета написал заявление в полицию. Встречное заявление подано и сотрудниками нашей телекомпании. В настоящий момент полиция проводит проверку. Строительство будет больше, а обсуждать вырубку деревьев на общественных слушаниях были не обязаны. Сегодня ситуацию вокруг сквера на Борисово прокомментировали в Сибирском федеральном университете. Там рассказали, что действует согласно всем необходимым документам. Эта зона в генеральном плане города, по словам представителей СФУ, обозначена как зона объектов образования. Якобы ее статус не менялся с 2010 года, а значит и строить там можно. Что касается недовольства людей, в СФУ утверждают, что якобы не раз пытались договориться и показывали проект, но местные жители не хотели идти на контакт. На экологию города уверены, в СФУ возведение высоток никак не повлияет, а взамен срубленных деревьев высадят в два раза больше новых. Часть из них появится там же. Кроме того, несмотря на все протесты, в УЗИ уверены, что развитие студенческого городка должно продолжаться. Вы понимаете, это только первая точка на этой вот небольшой карте. Потом их возникнет еще четыре. Четыре строительных площадки больших развернется на улице Керенского. И наша задача изменить, радикально изменить, ну, в сторону модернизации, конечно, улучшение условий проживания, изменить студентов и преподавателей. Эту тему сегодня обсуждали и на сессии Законодательного собрания Края. Даже депутаты, мягко говоря, были удивлены происходящим накануне в сквере на Борисово. У меня состояние было после вчерашнего просмотра ТВК грустное. Я неплохо стрелял с АКМ, у меня очищение было взять в руки оружие, потому что плакали женщины, валили деревья. Хороших мужиков, хорошо одетых, чоповцы вдавили в асфальт. Губернатор Виктор Толоконский отметил, что парки и скверы трогать никто не имеет права, и он будет за этим следить. Но сквер на Борисово – это особый случай. Никто не должен парки и скверы трогать. Я поддержу. Как я сказал, что не будет предприятий больше с экологической нагрузкой, вот Анатолий Петрович спрашивал вопрос, так и говорю про скверы. Но там совершенно особая ситуация, поверьте мне. Это особый совершенно случай. И там-то поля, а не деревья. А накануне новости ТВК провозили смс-голосование, чтобы узнать ваше мнение по поводу вырубки деревьев в студгородке. На наш сервис 90.20 во время вечернего и ночного эфира поступило несколько сотен сообщений. Причем свои голоса отправляли не только красноярцы, но и жители других городов России, например, Томска. В ночном эфире голоса практически сравнялись, однако оказалось, с нескольких десятков номеров поступало до 30 одинаковых сообщений. Все за вырубку сквера. Сегодня мы проанализировали все сообщения и провели перерасчет, исходя из принципа «один номер, один голос». И вот итоги голосования за вырубку сквера 33,3% проголосовавших против вырубки почти 67%. И в мэрии сегодня пояснили, разрешение на снос зеленых насаждений давали специалисты муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации города. Но они по закону не могут контролировать, сколько деревьев СФУ высадит в качестве компенсации. Все на совести владельца земли. Он обязан это делать. А проявлять его обязанность? Это федеральное учреждение. Не можем. Официально, я думаю, что нет. Но, безусловно, это достаточно масштабная и широкая тема, поэтому, конечно, к ней приковано и внимание общественности, и внимание депутатского корпуса, и официальных лиц. Поэтому, конечно, эта ситуация будет контролироваться. Через минуту рекламы в новостях ТВК. Застройка площади. Что появится на месте бывшей парковки? А через 9 минут город без деревьев. Программа «Миллионному городу миллион деревьев» приостановлена. Что будет с экологией? Эту тему сегодня обсуждали депутаты. А через 14 минут в новостях ТВК расскажем о начале сезона ремонта дорог. Что, где и когда отремонтируют. Не переключайтесь. Это новости ТВК. И мы продолжаем. Территория возле театральной площади станет двухуровневой. Сегодня застройщик пояснил, что будет на месте парковки «Оперно». Весной там появится одноэтажное здание и подземная парковка. Вот как это будет выглядеть на круглых трибунах. Смогут отдыхать жители города или наблюдать за массовыми мероприятиями. На площадке летом будут работать кафе, а зимой каток. Что появится в стеклянном одноэтажном здании, развлекательный или выставочный комплекс. Застройщик пока не определился. Неизвестно также, сколько будет стоить места на подземной парковке. Но их будет всего 40. Напомню, что ранее, до закрытия этой площадки, там было 150 бесплатных мест. Вопрос к инвестору. Мы же понимаем, что сейчас у нас в центре города бесплатных парковочных мест становится все меньше и меньше. И понятно, что в подземном исполнении они будут достаточно дорогими. То есть инвестор решит, в каком виде он хочет видеть эксплуатацию этих подземных парковок. А что вы думаете по поводу такого решения, пусть и вынужденного? Напомню, что администрация города обязана было выдать разрешение после решения суда. Но, тем не менее, решение принято. Что вы думаете по поводу этого проекта? Что вы думаете по поводу застройки парковки в центре города? Как вы относитесь к этому? Звоните нам в прямой эфир по телефону 265-45-00. Отправляйте смс-сообщение на номер 9020 на челе ТВК, пробел и далее ваш текст. Или присылайте фото, видео и комментарии в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на своих экранах. Другим темам и проверка неоконченной вообще дела здесь в госстайне. В прокуратуре края накануне впервые прокомментировали ситуацию с борьбой за справедливость в Шарыповском районе, о которой рассказывали воскресные новости ТВК. Напомню, одному из жителей поселка Порное пришло предписание с требованием снести постройки на берегу озера. Мужчина согласился, если о том же попросят его соседей, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, а также районный прокурор. В ином случае пригрозил он обратиться в надзорные органы. Сразу после этого мужчина вдруг оказался в изоляторе из-за того, что якобы угрожал прокурору. Причем, согласно материалам дела, сам потерпевший этих угроз не слышал, ему об этом кто-то рассказал. Тем не менее, это не помешало арестовать того, кто решился бороться за справедливость. Мужчина уже полгода провел в СИЗО, сейчас срок ареста продлили еще на три месяца. В Крайовой прокуратуре действия районного прокурора, говорят, все еще проверяют. Сейчас рассказывать об этом не могут из-за государственной тайны. Но подтверждают прокурор Шарыповского района и правда написал рапорт с просьбой защитить его от угрожающего жителя поселка. И в его правоте, и в Крайовом ведомстве, кажется, не сомневаются. Дело, раз уголовное в суде рассматривается, соответственно, угрозы имели место. Он же ведь осуждается именно по этим статьям. Между осуждается и осужден, большая разница. Посмотрим, как суд решит. В рамках сегодняшней сессии законодательного собрания Края губернатор Края Виктор Толоконский отчитался о работе правительства за прошлый год. Он был сложный, но, по словам главы региона, удалось осуществить множество крупных проектов. В том числе, много Толоконский говорил о здравоохранении, строительстве перинатальных центров, сдача в работу поликлиники, приемка-диспансерии, запуск центра ядерной медицины. Обо всем подробнее прямо сейчас Виктория Лопатайте. Это было время роста многих экономических сфер. Это было время серьезного социального развития и время улучшения целого ряда важнейших демографических показателей, что важно как для настоящего, так и для будущего. В 2015-м в Крае родилось больше 40 тысяч детей. На 25% сократилась материнская и младенческая смертность. Все это следствие серьезной работы в области здравоохранения, уверен губернатор. В ушедшем году в Ачинске и Норильске продолжилось строительство перинатальных центров. Таких масштабных проектов за прошлый год было много. Поликлиника в онкоцентре, центр ядерной медицины. Как результат, на 11% сократилась смертность от злокачественных новообразований. 58 миллиардов мы тратим сегодня в бюджете на здравоохранение. Это огромная сумма, это оборудование, это краевые все центры, которые позволяют нам провести сложные операции, сосудистые центры. Мы уже пошли в регионы. Каннск и Ачинск. Там тоже теперь работают сосудистые центры. Высокотехнологичная помощь должна быть доступна. Но одно дело лечить болезнь, другое ее предупреждать. Начальное звено в медицине, поликлинике. Вот чему нужно уделять большее внимание, считает Толоконский. Очень важно, чтобы была результативная, эффективная профилактика. Чтобы население не получало отторжения в этой сфере. Чтобы люди привыкали проходить диспансеризацию. Ходить в поликлинику не за справками, которые часто не нужны, а именно корректировать свое поведение, свою жизнь в том, чтобы сохранить дееспособность и здоровье. Отчет губернатора депутаты обсуждали больше двух часов. Все признают, проблем еще много, но их можно и нужно решать. Мы не склонны сегодня рисовать какие-то идиллии. Не склонны идти на какие-то компромиссы в решении острых проблем. Но у нас между исполнительной и законодательной ветвью власти существует идеальный уровень координации. Губернатор сегодня подчеркнул, главное достижение в работе прошлого года – наращивание доходов краевой казны. Плюс 21,5 миллиард рублей. Это хороший задел для решения проблемы. Вот как это сделать, к чему должен идти край, прописанного в проекте стратегии развития региона до 2030 года с говорящим названием «Край для человека». Сегодня документ передан для широкого обсуждения. Виктория Лопатайте, Павел Тюкавкин. Новости ТВК. Но не только об этом. Сегодня говорил губернатор. Садоводы, которые столкнулись с проблемой внесения земли в границы лесов, губернатор пообещал поддержать. А вот леса, которые выделяют агрария, надо распределять справедливо. Неважно, крупные лесоперерабатывающие предприятия или нет. Главное, по словам губернатора, решение таких проблем должно быть системным. Кроме того, много губернатор говорил о среднепрофессиональном образовании. Практику, когда школьники приходят на обучение по заказу предприятий, в этом году собираются расширять. И, конечно же, не обошлось без обсуждения универсиады. Она, по словам Толоконского, будет именно в Красноярске. Я иногда слышу, а может быть у нас не будет универсиады. Будет! И это огромный шанс для края, для краевого центра развить всю инфраструктуру. Я не хочу допускать никаких компромиссов, несмотря на всю значимость и важность этого проекта. Мы начнем строить объекты только при наличии экспертизы на всю проектную документацию. Мне говорят в Москве, мы в Сочи сдавали и накануне получали экспертизу на проект. Здесь не будет этого. Мы все построим по правилам. Остановите беспредел зарплаты. Человек с таким плакатом сегодня стоял у здания краевого парламента, как раз в момент, когда там отчитывались об итогах работы. Это был одиночный пикет, организованный фракцией ЛДПР. По данным Росстата, среди всех регионов Сибирско-федерального округа, наш край на третьем месте по задержке зарплат. В общей сложности работодатели задолжали 93 миллиона рублей. Показательной стала забастовка доярок в Гнётово. Одна из них, не выдержав стресса, скончалась от инсульта. И об этом спросили сегодня главу региона. Очень важно понимать, что при всех точечных экономических проектах, о которых рассказывал сегодня губернатор, все это хорошо, все это замечательно. И мы с коллегами, конечно, поддерживаем. И льготы различные нефтяникам даем и так далее. Но мы должны быть уверены в том, что все эти предприятия будут стабильно работать. И необходимо, я вот задал вопрос, в котором звучало предложение. На мой взгляд, формирование некого стабилизационного фонда на поддержку производственных мощностей наших предприятий, это тоже важно. Потому что сегодня не только зарплаты задерживаются, сегодня пенсионные числения не осуществляются. По мнению главы региона, задолженность 93 миллиона, а всего лишь статистическая погрешность. По словам Толоконского, больше половины этой суммы относится к давно ликвидированным предприятиям. Еще один острый вопрос губернатору был задан про повышение акцизов на топливо. По мнению экспертов, из-за этого в ближайшее время стоимость 92-го топлива поднимется до 40 рублей за литр. Активисты ФАР и фракции ЛДПР предлагали создать оперативный штаб по контролю за ценами. Но вместо него правительство ограничилось с рабочей группой, которая так и не начала работу. Где брать деньги на пассивную непонятно, ведь в бюджете Росцен на топливо не учтен, заявили фракции ЛДПР. Губернатор поставил задачу правительства Красноярского края, боюсь, в ближайшее время трудновыполнимую, потому что он конкретно сказал, что в Красноярском крае больше, чем на рубль, стоимость топлива не поднимется. Теперь в целом необходимо будет вести переговоры с топливными компаниями, которые продают автомобильное топливо на рынке, именно о том, что цены нужно будет сдерживать. Программу «Миллионному городу» «Миллион деревьев» сократили. Сегодня она стала известна на той же сессии ЗАГС Собрания. Ситуацию попытались изменить при помощи резолюции, что появилось после экологических слушаний. От Красноярца поступило более ста предложений, но комплекс первого порядка из пяти пунктов для правительства, администрации города и надзорных органов утвердили сегодня такой. К январю 2018 года предприятиям больше не будут утверждать временные схемы выбросов, а трубы оснастят газоанализаторами. Госструктурам рекомендуется закупать только транспорт экологического класса. Специалисты должны составить дорожную карту по этапному выноса предприятий из города и особое внимание нужно уделить благоустройству, борьбе с пылью и увеличению зеленых насаждений и очистке сточных вод. Для части пунктов требуется политическая воля. Ну, например, перестать правительству временно согласовывать увеличение предельно допустимых выбросов для некоторых предприятий. Они нам все известны. Продлили для алюминиевого завода, продлили. Я удивлялся все, откуда вдруг Кировский район вышел на второе место в городе по загрязнению. БАД, ЦИМ-завод уже продлили. Разрешили вновь нарушать, выбрасывать больше загрязняющих веществ. Вот на этом всем нужно поставить крест. Через 8 минут в новостях ТВК. Что такое генетический паспорт и как он может ответить на вопрос, с какими заболеваниями вы можете заболеть. А также через 5 минут не пропустите очередную серию проекта «За чертой» про отца-одиночку. Ему нужна ваша поддержка. Не переключайтесь. Это новости ТВК. И мы продолжаем борьба за пассажиров. Сегодня днем на перекрестке улицы Аэровокзальной партизана Железняка столкнулись два маршрутных автобуса. На кадрах с камер уличного наблюдения видно, автобусы не поделили дорогу. Один из них пытался быстрее подъехать к остановке. Другой же нравил его обогнать. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в ГИБДД. Но из-за того, что автобусы практически полностью перекрыли дорогу, на улицах образовались серьезные пробки. Транспорт ехал со скоростью около 5 км в час. Через час дорожные полицейские оформили ДТП, и виновники аварии разъехались. Движение на этом участке нормализовалось. 716 миллионов рублей в этом году потратят на строительство, реконструкцию и проектирование городских дорог. Об этом сегодня рассказали в мэрии. Эти деньги пойдут сразу на 12 объектов. Среди них ключевые участки. Есть такие важные для города объекты, как развязка на 2-й Брянской, улица Мужества и проспект Свободный. Кроме того, планируют подготовить сразу несколько новых проектов в микрорайоне Тихие Зори, Солнечном и многих других. В департаменте градостроительства говорят, что несмотря на меньшие объемы финансирования, работы будет много. И качество якобы не пострадает. Следить будут и за сроками. Вот этот вот поворот, он будет закончен в конце июня этого года. Мужество у нас заканчивается в октябре. Свободный по муниципальному контракту 18-й год, но мы планируем все равно закончить его в этом году. И развязка 2-й Брянской по планам в этом году. Что ж, поживем, увидим и проверим. Пока к другим темам. Вождя привели в порядок. На площади революции помыли памятник Ленину. Для того, чтобы привести статуи в порядок, пригнали автовышку высотой 22 метра и потратили почти 7 кубометров воды. Это целая автоцистерна. На площади революции также очистили от грязи лавочки и урны. До окончания двухмесячника 11 июня в городе нужно отмыть 80 скульптур. Центральный район планирует привести в порядок к 9 мая. Руководителям крупнейшей госкорпорации, как «Газпром» и «Роснефть», сократят зарплату. Такой законопроект в первом чтении приняла Госдума. Теперь заработок начальников привяжут к среднему окладу работников предприятий. Мера распространяется не только на госкорпорации, но и на госучреждения и компании, в которых более 50% принадлежит государству. Основная цель закона – создание прозрачного механизма вознаграждения руководителей. Кроме того, топ-менеджеров могут обязать публично отчитываться о своих зарплатах. Прямо сейчас проект «За чертой». На работу не устроиться, ведь нужно следить за двумя детьми, а содержать их нет возможности, ведь средств не хватает. В новой серии проекта «За чертой» история отца-одиночки, который пытается один воспитывать двух малышей. Мне их надо содержать, и мне еще долги надо раскидать. Воспитывать двух маленьких детей, учить их и содержать без возможности зарабатывать. В такую сложную ситуацию Валерий Буряков попал после того, как остался без супруги. В прошлом году мужчине пришлось бросить работу, ведь за Егором и Соней нужен глаз да глаз. Живут в семье дружно, и дети далеко не отходят от отца даже в квартире. Но Валерий уверен, что детям нужно больше. Мне с ними не тяжело. Мне с ними хорошо, мне с ними нормально, понимаете? Но дело-то в том, что ну что, ну вот у нас вот, ну дома мы на улице погуляем, правильно? Ну все равно в детском саду, ну все равно же такого же развития я им не могу дать этого, правильно? Ну так ведь. Или когда они все-таки день с детьми там играются там и так далее, правильно? Место в детском саду, несмотря на все попытки, дают только Егору. Для Сони его не нашлось. Это значит, что помощи ждать стоит только от соседки, которая иногда готовит для семьи или немного помогает деньгами. А ведь раньше, говорит Валерий Буряков, жили в достатке, летом ездили отдыхать, а как вернулись, оказалось, что квартиру ограбили. Я уехал в чем, в летнем, вот с ребятишками в летнем мы уехали, летом уезжали, с тем мы и приехали. Ну там вот то, что там прикупил, там, вот с этим мы приехали. Ни теплых вещей, ничего вот этого нету. То есть в зиму мы остались голые. Сегодня отец-одиночка мечтает только о том, чтобы дети пошли в детский сад, а он нашел работу. В семье всегда хотели накопить побольше денег и вместе переехать туда, где тепло. Да иди сюда! Захар Письменник, Павел Тюкавкин, Новости ТВК. Хотите помочь участнику проекта? Звоните по телефону 2-65-45-00. А вы хотели бы заглянуть в завтрашний день и узнать, какая болезнь может вас настигнуть, чтобы начать лечить ее уже сейчас? Это возможно с помощью генетического паспорта человека. И такая услуга в нашем городе существует. В проекте «Платная медицина» расскажем, сколько это стоит и почему сейчас медицина будущего не востребована. Это пробы уже непосредственно раскапаны. То есть там реакционная смесь и ДНК. Этот прибор под названием «Амплификатор» производит попеременные нагревы и охлаждение для выращивания ДНК. Другими словами, здесь происходит копирование участков ДНК. Дезоксирибонуклеивную кислоту выделяют из цельной крови. Специалисты говорят, так результаты получаются более точные. После этого генетический материал отправляется вот в этот прибор «Малдитов». Он покажет, какой ген мутирован. Это основной прибор, который дает возможность идентифицировать конкретно полиморфизм. Полиморфизм или, другими словами, дефект генов дает ответы на многие вопросы. Что ждет вас в будущем? Есть ли у вас склонность к ожирению, возникновению раковых опухолей или сахарного диабета? Говоря совсем просто, генетический паспорт покажет, от чего вы можете умереть, если не принимать никаких мер. В первую очередь, такое исследование направлено на предупреждение болезни. Врачи не просто отдадут вам генетический паспорт, но и подробно распишут рекомендации. Но, увы, говорят медики, у нас эта услуга мало востребована, слишком накладно. Полное обследование, это порядка 200 генов, сейчас обойдется примерно в 150 тысяч рублей. В Красноярске его сделал только один человек. Поэтому в лаборатории приняли решение отказаться от ряда непопулярных исследований, в том числе и на онкологию. На данный момент остались основные панели, более-менее работающие, из которых сейчас получается 90 генов. Онко убрали только потому, что, к сожалению, онкологию диагностируют поздно. Люди обращаются на тяжелых стадиях, и их задача не профилактику формировать, а выжать как таковому. Чаще всего клиентами лаборатории становятся родители малышей с эпилепсией, чтобы узнать, какую дозу лекарства нужно принимать. Потому что за то, насколько быстро препарат выводится из организма, тоже отвечает определенный ген. Еще одна категория клиентов – будущие родители. У нас много центров ЭКО, и есть патология ранних выкидышей, или, в принципе, несостоявшейся беременности. И часто это бывает тоже зависит от мутации генов. Естественно, к чему это приводит? То есть, если мутация существует, то это формируется ранний тромбоз спиральных артерий. Артерии – те, которые находятся в плаценте. Если тромбоз происходит, естественно, беременность уже не наступит. То есть, сейчас исследования делают блоками по самым распространенным видам заболеваний. В одном блоке от 5 до 19 генов. Один ген стоит 400 рублей. Получается, самое дешевое исследование обходится в 2000 рублей, самое дорогое – 7600 рублей. Снизить цены пока невозможно. Реагенты и оборудование – все зарубежное. Поэтому зависит от курса евро. А надеяться на поддержку государства не приходится. Но врачи все же верят, что когда-нибудь такие исследования будут делать бесплатно. Я вообще думаю, что за этим будущее как таковое. То есть, ну, пока оно отдаленное от нас. Дарья Тарасенко, Станислав Салтыков. Новости ТВК. Это новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание. Напомню, что сегодня обсуждаем ситуацию с застройкой площади между торговым центром «Хамелеон» и театром «Опиры балета». Там будет построен некие трибуны, сцена, а также одноэтажное здание, в котором пока никто не знает, что будет. А также подземная парковка на 40 мест, которая будет платной. Что вы думаете по поводу такого решения властей? Эту тему обсуждаем. Наш телефон 265-45-00. Наш смс-сервис 9020. Начали ТВК. Пробил и далее ваш текст. Также можете оставлять комментарии в группе ВКонтакте. Первое сообщение как раз прочитаю из группы ВКонтакте. То, что происходит со строительственной театральной площади, напоминает абсурдный, нелепый, страшный сон. Бывший прежде архитектурный ансамбль теперь превратился в архитектурную какофонию. Такое впечатление, что те личности, кто согласовывал это все строительство, думал точно не об удобстве людей, не об эстетической составляющей, какие цели реализованы в этом всем ужасе, который произошел с нашей театральной площадью. Сложно сказать, но нетрудно догадаться. К слову сказать, в других сибирских городах чтят сложившиеся архитектурные комплексы, расположенные в исторических центрах. Это нам написала пользователь по имени Dark Elf. Прямо сейчас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем ваше мнение. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Ну, мое мнение. Я, конечно, поддерживаю многие вопросы, когда для людей что-то создается. Но почему-то вопросы однобоко у нас, так скажем, рассматриваются. Я, например, автовладелец. Вот данному вопросу к этому месту, где находилось 150 бесплатных парковочных мест, меня, конечно, это болезненно задевает. Во-первых, я часто там лично, например, по работе останавливаюсь и так далее, и так далее. Сразу у меня возникает вопрос. Во-первых, как всегда, позавчера еще на этом месте было все так, было все свободно. Приезжаю вчера, ну, боже мой, все закрыто и перекрыто, как концлагерь. Это один момент. Никто не знает. Люди туда приезжают, планируют подъехать. Никакой информации наглядной нет. Для автовладельцев, ну, вот опять же, такое впечатление складывается, что автовладельцы не граждане у нас получаются. Все время урезаются вот эти все места бесплатных парковок. У меня сразу вопрос. 150 бесплатных было, 40 будет платных. Где альтернатива? Где будут, соответственно, вот эти 110 мест, которые уменьшилось, эти парковки? Логичный вопрос. И вы правильно заметили о том, что площадь вообще перегораживается, и там начались какие-то строительные работы. Первыми увидели жители, сообщили журналистам. И журналисты вчера, не только ТВК, но и многих других изданий и телеканалов, выясняли, пытались выяснить в мэрии, что вообще происходит в самом центре города. И получали достаточно абстрактные объяснения. Никто водителей не предупредил, что площадь будет перекрыта. В этом, Александр, Андрей, извините, вы абсолютно правы. И в других мнениях тоже у нас есть еще сообщения, еще звонки, но к ним мы вернемся после блока полезной информации. Это новость ТВК. Мы продолжаем. Вот некоторые ваши смс-сообщения. Такое решение в центре. Сердце кровью обливается. Город давно потерял свое лицо. То, что мы покажем гостям универсиады. Или еще одно сообщение. Почему власти... Так. Хочется уехать из города, разваливаются на глазах, пишут наши зрители. В нашей группе ВКонтакте пишут, что беспредел полнейший, вынуждены они были отдать. Это пользователь Дмитрий пишет по поводу того, что через суд застройщик получал разрешение. Так он добавляет, что вынуждены они были отдать. Не хотели бы, не отдали. Цирк Шапито. Или еще одно. Ужас, что творится в городе. Чиновники ни во что не ставят ни здоровье людей, ни их желания, ни потребности. Главное – деньги. А в целом позиция наших чиновников очевидна. Они ведут себя как гости. А что будет с нами, им абсолютно все равно. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена Григорьевна. Елена Григорьевна. Слушаем ваше мнение. Вот я хотела что сказать. Вот сейчас в бегущей строке похвалили, при Пимашкове деревья садились. А как они вырубились, никто не помнит. Я живу в центре города. Днем деревья, Маркса 49, такая аллея у нас была красивая, деревья стояли. Утром встали, идем на работу, деревья за ночь вырубили. Люди настолько возмущены были. Настроили ларьков. Ларьки сейчас убрали. Там такое безобразие вообще. И что, это самое, землю Пимашков, видимо, продал около оперного театра, а все шишки сейчас на Акбулатова. Акбулатова трясут. Детские садики продали. Акбулатов виноват. Ну что это такое? Неужели во власти никакого порядка нет? Спасибо большое за ваше мнение. Некоторые еще сообщения. Данил Васин в группе ВКонтакте пишет, парковка под землей будет платной, а сверху бросил, ушел. Раньше лучше было. Или еще. В городе и так проблема с парковками. Они последние отбирают. Кто-то, видимо, деньги получил, как обычно. Хоть против, хоть не против, уже все решено. Или, о чем мелочиться, надо было сразу на театральной площади построить. Вместо фонтанов. Очень плохо люди, судя по сообщениям, относятся. У нас есть... Есть ли у нас еще телефонный звонок? Да, мне подсказывают, что у нас, к сожалению, завершается эфирное время. Давайте еще одно смс-сообщение, которое пришло за стройку оперного. Это преступление против красноярцев. Проблемы были и при прежнем мэре, есть проблемы и при нынешнем. Но сейчас никто ни во что не ставит мнение людей, пишут наши телезрители. Что ж, на сегодня у нас все. Служба информации, телекомпания ТВК продолжает следить за развитием событий. Я напомню, наш телефон 265-45-00, адрес в интернете tvk6.ru. Итоги дня в 23.00 в прямом эфире подведет моя коллега Дарья Тарасенко. Редактор субтитров А.Семкин